Всем огромнейший привет, дорогие друзья! 14 часов 3 минуты 18 секунд московское время. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. В эфирной студии сияет Александра Хайрулина. Роман Шахов, мы вас искренне приветствуем. И, конечно, с огромнейшим удовольствием приветствуем нашего гостя. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях артист балета Венской государственной оперы, выпускник Московского академического хореографического училища. Также он был солистом Государственного академического театра классического балета под руководством Натальи Касаткиной и Владимира Васильева. Марат Давлетшин! Ура! Марат, привет! Всем привет! Спасибо большое! Раду тебя видеть! Спасибо тебе огромное, на самом деле, что ты нашел время. Друзья, я должны сразу сказать, что у Марата начался отпуск буквально вот в канун. Вот только и мы самолета встретили. Встретили самолета Марата, похитили его совсем ненадолго. Ну, дабы дальше человек смог, конечно, достойно отдохнуть и провести свой отпуск. Как прошел сезон, Марат? Расскажи, пожалуйста, в двух словах хотя бы. Было много премьер, было достаточно много стресса. Поближе к микрофончику говори, да. Пару гастролей. Ну, в принципе, нормально, как всегда. Нормальная жизнь солиста, балета, артиста. А стрессы по какому поводу? Потому что это премьеры все-таки? Премьеры, конечно, это самый большой стресс. Подготовка к премьере и сама премьера. Ну, естественно, каждый спектакль тоже считается очень тяжелым, но когда премьера, это все-таки... 17 лет ты уже выступаешь, правильно? Все? И все равно каждый день, как первый раз, выходишь на сцену. Расскажи, как? Не, ну, конечно, не как первые разы. То есть, естественно, намного меньше стрессовой нагрузки. Ты уже немножко знаешь, как это примерно работает. Ну, и, наверное, о волнении после первых минут, как это бывает и у других артистов, тоже проходит, да? Наверное, только вот такой мандраж перед выходом, а потом уже... Да, на сцене уже совершенно по-другому себя чувствуешь. Ну, смотрите-ка, сейчас какой мандраж. Сейчас отпуск, да? В отпуске мы любим расслабляться, лежать где-нибудь на даче, отдыхать, позволять себе разные излишества. Как же это, наверное, сложно в балете? Расскажи, Марат, нам очень интересно. Позволять излишества? Ну, может быть, что-то съесть, какой-нибудь фастфуд, может быть, какие-то напитки. Насколько это строго в балете? Расскажи. Каждый сам следит в балете за своим телом. То есть, уже как профессиональный артист балета, он, любой человек, должен сам следить за своим телом. То есть, если ты приходишь на работу, ты уже должен быть и в форме, и физической, и как бы... Естественно, если у тебя излишки, ты должен сам... Согнать их. Да. А как бы, у кого есть предрасположенность? А, допустим, у меня, не знаю, счастья нету. Ее нету, слава богу, конечно. То есть, я, в принципе, позволяю все, что угодно. Скажи, пожалуйста, Марат, а может быть, вас как-то взвешивают, когда вот вы приходите уже после каникул, после отпуска, к первому сентября, нет? Нет. Или это видно на глаз, как правило, сразу? Ну, в основном балет — это все равно как бы искусство... Ну да, лосины наделы, и все, сразу видно. Боже, это, конечно. Друзья, мы сейчас будем видеть и слышать кое-что из музыки, я так понимаю. После чего непременно вернемся к разговору. Если вам интересен мир балета, если вам интересно заглянуть за его кулисы, тогда смотрите, слушайте «Страну.ФМ». Друзья, вы слушаете и смотрите «Страну.ФМ» абсолютно правильно делаете. У нас сегодня необычный гость. В общем-то, никогда еще к нам не приходили артисты балета. Да, и, конечно, именно артисты Венской государственной оперы. У нас сегодня Марат Давлетшин. Марат, привет еще раз, тебе огромнейший. Ну, так, совсем несколько слов. Еще раз Рома вот сказал о том, что ты выпускник Московского академического хореографического училища. Несколько сезонов знаем точно, что ты был солистом государственного академического театра классического балета под руководством Натальи Касаткиной и Владимира Васильева. И там огромное количество балетов. Дунге, Ход, Щелкунчик, Золушка, Жизи, Лебединое озеро, Спартак. Ну, а балет-то появился в твоей жизни совсем раненько, в 10 лет. Вот, как мы выяснили, буквально только что во время песни. И, ну, конечно, во многом, наверное, благодаря маме. А всея Давлетшина, мама солистка балета, ну, так или нет? Или ты все-таки сам подошел, однажды сказал, мама, я хочу танцевать балет? Ну, как это было? Да. Не совсем так. То есть тогда, когда это все начиналось, это было в 90-е годы. И, естественно, как бы мама не хотела, чтобы я был уличным мальчиком, то есть на улице где-то там гулял. И поэтому меня, в принципе, по большому счету и отдали как бы из-за воспитания, в первую очередь. Из-за воспитания, чтобы я не просто по улице там где-нибудь гулял, а... Был занят. Немножко, да, был занят. Ну, и так получилось, что в первые педагоги меня настолько... Я полюбил балет. Хорошие педагоги были, значит. Да, очень хорошие педагоги, то есть они меня зажгли, и до сих пор мне это нравится. Вот это удивительно. И скажи, неужели ты 17 лет уже профессионально занимаешься, на сцене танцуешь? Ни разу не было такого вот, чтобы задумался, может быть, зачем? Может, надо было вот куда-нибудь там сменить? Может быть, это в детстве было, кстати, первое время, нет? Нет, в детстве как раз нет. В детстве очень-очень родил и очень-очень хотел. Ну, это же часы занятий у станка. Сколько, кстати, часов, расскажи, Марат? Мне это нравилось, то есть официально сейчас, допустим, с 10 утра до 5.30 вечера. О, боже. Ну и плюс дополнительно тоже сам берешь работу на дом, там, выучить на следующий день, там нужно срочно-срочно. То есть дома тоже приходишь, диск вставляешь, учишь хореографию, прослушиваешь просто музыку, то есть надо. Дома, значит, у тебя станок, зеркала, все как положено. Нет, ну, нет такого, не могу себе позвонить. Просто коврик для йоги достаточно? Примерно так, да. Ну и, в общем, вот эти многочасовые тренировки, конечно, тебя с 10 лет и сопровождают всю жизнь, да? Ну, я знаю, что у тебя, мама, был период, когда она становилась твоим педагогом личным, да, хореографом. Первый мой год. Первый мой учебный год. Мама сложный педагог, ну-ка, сурово, скажи. Во-первых, она в моем классе, никто не знал, что она моя мама. И все родители подходили, говорят, как вы так вот издеваетесь над своим ребенком? Не над своим, а над этим ребенком, над бедным ребенком. Прекратите, как вам не стыдно. Куда смотрят родители? Потом, когда мама сказала, это мой ребенок, да. Что хочу, то и делаю. А можно тогда за нашими так же? Вот так, ну, самое главное, платы-то и результаты есть, вот это здорово. Ну, и как сегодня, приезжают ли родители? Кстати, я знаю, что папа тоже музыкант у тебя, музыкант, аранжировщик. В общем, как музыкальная такая, очень талантливая, творческая семья. А приезжают ли они на все твои премьеры? Ну, на премьеры, к сожалению, не получается, но летом, в принципе, приезжают. Погостить, погулять, подышать по улицам Вены. Ты уже в государственной Венской опере больше 10 лет родишься. Это сколько, 14 сезонов? 11 сезонов. 11 сезонов. Друзья, между прочим, вот я попрошу операторов, если у нас есть возможность, крупным планом снять, заснять значок, показать его вот на левой груди, на пиджаке у Марата. Марат, расскажи, пожалуйста, что это за потрясающей красоты значок. Это знак отличия, да. Это, между прочим, какой надо значок? Это значок, что ты Митклид, что ты Феррангум, Вина Штацопа. Это объединение Венской оперы, союз содружества артистов балета Венской оперы. Вот, и это дается, кто работает там больше 10 лет. Ну, заслуженный работник Венской оперы. Больше 10 лет. Ну, да, в принципе. В общем, так. 10 лет, слушайте. И хочется тогда сразу спросить, Марат, а на пенсию когда вас провожают? Не тебя лично, а вообще артиста балета. Ну, в принципе, на пенсию как тело позволяет? То есть, если ты еще можешь... Ну, в среднем там сколько примерно? До 40, после 40, до 45 как? Я знаю людей, которые в 25 уходили. То есть, как бы... Все уже тело сдавалось? Ну, да. Боже мой. Или находились другие планы. В принципе, средний возраст, я так думаю, 35. Ну, ты еще не собираешься на пенсию? Это рановато. Пока еще. Рановато. Пусть танцует, пусть танцует. Мы, пока Марат будет разминаться, мы сейчас послушаем, посмотрим рекламу, после чего вернемся сюда. Так что не переключайтесь, друзья. Первый и единственный в России. Телерадиоканал «Страна-ФМ». Один на всю страну. Его сердце полностью в искусстве. Марат Давлетшин сегодня в гостях у телерадиоканала «Страна-ФМ». Дорогие друзья, и мы говорим о балете, о России, об Австрии говорим. Да, потому что Марат, солист Венской государственной оперы. И уже на протяжении многих лет танцуют ведущие партии в этом легендарнейшем здании абсолютно. Ну, красивейший театр. Признаюсь, была пару раз там, но на операх. Теперь, конечно, отправлюсь и на балет. Обязательно с участием, Марат, с твоим участием. Кстати, какие премьеры планируются осенью? Может быть, расскажешь нам? Осенью, насколько я помню, у нас поездка в Китай. Ого. Так. Осенью не едем в Вену, значит. Ну, в сентябре. Честно говоря, я на звезде не помню, потому что у меня отпуск. Правильно. Это так правильно. Я очень сильно извиняюсь. Вот мы тебя понимаем. Да, в конце концов, взрослые люди, мы с вами зайдем в интернет и посмотрим, что там на заде происходит. Слушайте, мне интересно. Вот, например, я артист балета, начинающий так вот, да? Как мне попасть в Вену? Ну, просто вот, понимаешь, сейчас люди слушают, смотрят страну ФМ. Да, да, да. Ты же уже, получается, танцевал в Государственном экономическом театре классического балета. На минуточку, да. Подруга Косаткина и Васильева. В общем, Рома, я хотел спросить, как же ты оказался на сцене Государственной Венской оперы? Ну, в принципе, как бы я с самого начала поехал в Ляпциг, Германию. Вагон там проработал. В репертуаре как бы не совсем для меня я почувствовал, то есть не для моего тела. И потом я посмотрел по репертуару, что мне больше классический репертуар. Ближе, да? Ближе, да. И попробовал, попробовался в Венской оперой. Ну, то есть все-таки это было желание работать именно там. Да, да, да. Танцевать именно там. Был какой-то кастинг, тебе нужно было показываться? Конечно, да. Ольга была. Боже, вот это... Мне очень хочется узнать, каково вот это ощущение, когда ты понимаешь, что все тебя берут в труппу Государственной Венской оперы? Вспомни, да. Ну, естественно, переволновался, естественно, там очень классное чувство. Классное чувство. Ну, и самое главное, видно, что действительно тебе приятно об этом вспоминать. Друзья, у нас сейчас есть небольшая подборка фотографий, которые нам Марат любезно предоставил с своего мобильного телефона. За что огромное тебе, Марат, спасибо. И мы попросим наших ребят, звукорежиссеров, операторов включить. Вот мы что видим. Марат, если тебя можешь попросить рассказать, что это фотографии, но так как раз по каждой, может, не успеем. Так вот, закулисная жизнь артиста балета. Это фотка... Санчо Панца. Это Санчо Панца. Это санчо Панца из балета «Дон Кихот». Это гастроли... Это подводный номер какой-то. В Италии. Нет, мы просто там расслабляемся после... То у нас в Вене, то та же там же... Роскошная, роскошная театра. Возле музея из квартир. Возле из современного искусства. Тоже «Дон Кихот», Санчо Панца. Так, а ты что забыла? Только что реклама какая-то пришла. Это, кстати, была моя премьера, поэтому мне как... То и то, и то, и как пожелание удачи мне подарили бутылочку пива. На котором там тоже изображен а-ля Санчо Панца. Тоже «Дон Кихот». Это я у лучшего друга на свадьбе. Красиво, роскошно. Евгений Онегин. «Дон Кихот». Просто у себя в раздевалке. И это что такое, да? «Снежная королева». Потрясающие какие-то образы. «Снежная королева», костюмы второго акта. Французское посольство. У нас там был банкет. Бурные овации. Это оперный бал сверху снятый. Оперный бал, кстати, ну это же тоже невероятное событие такое мирового масштаба, куда, ну, мечтают попасть многие. А артисты государственной Венской оперы в полном составе должна быть там вся труппа на подобных перегляциях. Венский бал, например. А открывать мы, то есть в любом случае его открываем, то есть это входит даже в нашу обязанность. Прямо прописано отдельным пунктом, да? Конечно. Работа. Хорошо. Вот, и мы можем, естественно, остаться там. Это здорово. Чем мы пользуемся правильно, активно. Слушайте, ну, конечно, надо пользоваться такой возможностью. Марат, что касается труппы, расскажи, пожалуйста, есть ли там еще кто-то из наших сограждан, может быть, бывших, не знаю, соотечественников? Конечно. Очень много. Очень много? 90%? Не, ну не 90%, конечно, слишком перебор. Хотя бы 85%. Я так считал, мы просто между собой спорили. Мы сейчас, русскоговорящий, имеется в виду бывший СССР, занимаем, по-моему, третье место. Первые австрийцы, вторые итальянцы, и мы на третьем месте. То есть, в принципе, у нас... Скажи, пожалуйста, в каком году, в каком году все-таки вот... Мы выберемся в лидеры. Да, на первое место выйдете. Но это все-таки Австрия, то есть австрийцев мы все-таки, я думаю, не переплюнем. Не дадут, да, конечно, не пошли. Все-таки Австрия. Ну, в любом случае, никогда не говори никогда, есть такая замечательная, хорошая русская поговорка. Точно, точно. Советую австрийцам, да, ее выучить. Вообще, вы знаете, какой у меня вопрос, ребят? Дело в том, что это же серьезный жанр, понимаете? Да что вы говорите? Да, ну как? Неожиданно. Есть ли какие-то шутки, патронивания, допускаются ли они на сцене, понимаете? Во время спектакля? Во время спектакля. Вот что-нибудь такое. Естественно, когда премьера, то все сосредоточены, все... А когда уже сотый спектакль, что там? Ну, скажем так, да, сотый, там, естественно, можешь себе позволить... Что? Что просто... Мы смотрим, они вроде как... Прокомментировать, допустим. Там принц выбирает себе невест, и мы... А микрофона уже у вас нет, да? Естественно, нет. То есть, как бы, естественно, публика этого абсолютно не видит. А вы там что? А коллеги колятся в этот момент, да, или нет? И ты думаешь, друг артист отвернулся спиной и стоит загнушить. А ты в это время стоишь лицом к зрителю, и ты не имеешь права не улыбнуться, ничего. Чтобы ни один мускул не трогнул. Ты это слышишь? Вроде бы, как бы, внутри у тебя все просто вулкан, но в это время ты должен сохранять этот серьезный вид. Скажи, пожалуйста, есть ли какая-нибудь дедовщина, прописывают ли как-нибудь новичков, что-то вот как-то испытывают, скажем так, в Вене? Такой традиции нет. Мы, конечно, это пытаемся внести. Но почему? Всячески. Не дедовщина, а прописку. Вот это как раз те, которые на третьем месте по количеству, мне кажется, страны СНГ и России. Друзья, мы вернемся очень скоро в студию, продолжим обязательно общаться с нашим гостем, телерадиоканал Страна ФМ. Пожалуйста, никуда не девайтесь, потому что я открою вам небольшой секрет. Мы еще очень-очень просим, уговариваем Марата нам что-нибудь показать, продемонстрировать. Конечно, наша здесь площадь не очень позволяет, чтобы была какая-то партия полноценная исполнена. Мы тоже над этим работаем, да. Ну и вот специально по просьбе Романа Марат даже обещал ему дать небольшой мастер-класс. Когда еще я, знаешь ли, возьму такую... Друзья, будьте с нами, скоро вернемся. Друзья, мы надеемся, что между нами и вами ее протяжение существует и очень сильное, и дальше оно будет только крепнуть. Это телерадиоканал Страна ФМ. Меня зовут Александр Хайрулин, и по-прежнему у нас, слава богу, в гостях Марат Давлетшин, солист балета Венской государственной оперы. Друзья, многие сейчас даются вопросом, а где же Роман Шахов? Куда он вдруг удалился? Куда, куда вы удалились? Ну, в общем, рассказываю так. Роман был сейчас у нас, в общем, что? Гарнитуру специальную мы на него вздрузили, и все почему? Потому что мы сейчас хотим попросить Марата кое-что нам показать. Дать небольшой мастер-класс. Ну и если есть возможность, звукорежиссера, нас просим сейчас тоже, может быть, и для Марата, для того, чтобы... для Марата тоже гарнитуру, для того, чтобы мы могли слышать этот самый мастер-класс. Ну и пока заносит нам эту гарнитуру, Марат, мы, конечно, тебе зададим вопрос. Вот уже про дедовщину рассказали, что вы там пытаетесь нести. Нет, дедовщину нет. Нет, да, но вы... А, традиция есть. Не дедовщину, а именно прописку. Новичков, да. Прописку новичков. Что это, скажите, как артистов балета посвящают? Ну, во-первых, это, в принципе, достаточно, мне кажется, хорошая традиция. Сразу же возникает между нами дружеская атмосфера. То есть платить за ничего не надо, но организовать, допустим, комнату, где мы можем встретиться, и каждый приносит, как бы, по своей возможности, что, как бы... или заказывает, допустим, в каком-то баре. В общем, проставляются, вы имеете в виду, у нас в России говорят, проставляются. А с утра на репетицию? Конечно. Если бывают выходные, можно выходные. Мы не можем не спросить, конечно, о таких страшных вещах, которые иногда, как пишут газеты и рассказывают, случаются там за кулисами и в гримерках. Ну, вот эти вот ужасы ужасные в виде разбитого стекла в пуантах и чего-то еще. Вот из-за вредности, из-за зависти какие-то подобные вещи случаются? Театральные грязки. Интриги. Интриги. Я, честно говоря, вот таких вот глобальных, таких вот действительно вот серьезных вещей не видел. Если между нами есть какие-то интриги, я думаю, что это в любой компании. Ну, это нормальный творческий коллектив, Саша, ну что это? Да не только творческий. Мне кажется, это абсолютно в любом коллективе, что тут на балет грешить. Ну, такого, чтобы там что-то действительно... Ноги для нас святое, то есть как бы... Аж хлеб. Ноги для нас святое. Никто такого не делает. Молодцы. По крайней мере, я не слышал. Молодцы. Все, это нам сорока на хвосте принесла. Улетай, сорока, все. Да, вылетая сорока. Ну что, друзья, если вы готовы, мы-то, в общем, я так понимаю, практически готовы. Буквально нам нужны две минутки для того, чтобы подготовиться еще раз, как следует к мастер-классу. Ну, я не размялся, конечно, чуть-чуть мне еще надо, да. Поэтому давайте мы посмотрим сейчас дружно с вами клип, замечательную группу «Градус». Мы послушаем «Грязные стекла», телерадиоканал «Страна.ФМ». Оставайтесь с нами очень скоро. Мастер-класс. Друзья. От солиста балета Венской государственной оперы Марата Довлетшина. Ждите. Дорогие друзья, это телерадиоканал «Страна.ФМ». Вы по-прежнему наслушаете и смотрите. Спасибо вам огромное. И кто бы мог подумать, друзья, но мечты сбываются, мечты исполняются. Вот сейчас прямо на ваших глазах будет исполнится мечта Романа Шахова, замечательного ведущего. Исполнится его давняя детская мечта. Он попробует себя в качестве артиста балета. Группа любительская, надо сразу сказать. У нас в гостях Марат Довлешин, артист балета Венской государственной оперы. Ребята, вам слово. Марат, тебе, конечно, в первую очередь, потому что ты будешь руководить процессом. Ну, в первую очередь, хотел просто показать позицию. Так. Первая позиция ног. Все. Выворотно, пяточки вместе. Не просто, не просто дается Роману первая позиция, надо сказать. Ну, вообще отлично, супер. Да. Вторая позиция, открываем ногу в сторону. Батман-то не называет. Так, совсем неплохо. И вторая позиция. Неплохо, неплохо. Вот она вторая позиция. Супер, отлично. А главное, оказывается, грудь какая у Романа никогда не большая. Это балансир просто. Также переносим вес тела на левую ногу. Закрываем в третью позицию. То есть идеально. Прекрасно. Если бы еще не было этих пошатков, то это бесконечно. Четвертая позиция. То есть должно быть, по идее, все в одной линии. Носочек к пятке, пятка к носочку. Можно немножко больше, но я не думаю, что это очень так важно. Пятая позиция. Все то же самое, только закрыть вместе. Отлично. И самое удобное, самое классное, это шестая позиция. Вот здесь вот обычно отдыхают артисты балета. Супер. Браво. Вот так вот мы выучили позиции МАК. Браво, браво, браво. Конечно, Роман, не знаю, как у тебя сложится карьера. Друзья, записывайтесь в балетную студию страны ФМ в школу Марата Давлетшина. Хотелось, конечно, Марат, попросить еще обучить Роман какому-то, может быть, пируэту, еще какие-нибудь прыжки, но думаю, что повторять. Ты не веришь в меня, Александра. Марат, ну можно попросить тебя тогда что-нибудь показать такое, действительно, то, что мы совсем не справимся однозначно. Давай, давай, я подержу. Можно тогда так. Давай. Снимаем пиджак, готовимся. Ну, надо сказать, что Марат не в пуантах, чтобы знали те, кто нас смотрит, а не слушает. Да, он такой обуви. Да, то есть не разогреваясь, без разогрева даже. Ну, хотя бы что-то, внимание. Браво. Аплодисменты наш. Спасибо. Спасибо. Такого у нас еще в студии не было. Дубль тур с выходом в колено. В колено. Рома, повторишь? Слушайте, ну, я могу подпрыгнуть, но без колена, ладно? Давай. Так, как руки? Первую позицию. А, первую позицию, я уже знаю. Все. Отлично. Прыгаю. Супер. Прыгаю? Да. Потрясающе. Вообще классно. Не дубль тур. Ребят, координация отличная. Координация есть, спасибо. И это, обращаю ваше внимание, сказал мне артист балета. Значит, не все так плохо еще. Спасибо. Мурат, ну, а если вот говорить о начале занятий балетом, ты стал заниматься в 10 лет. А во сколько правильно начинать? Или это именно тот самый подходящий возраст 10 лет, когда нужно приступать к занятиям серьезным? В принципе, до этого не сформировались еще мышцы, не сформировались кости, то есть они еще растут, как бы их не очень… Лучше не вмешиваться в процесс. Да. То есть, как бы, как это педагогика Вагановой и, как бы, и московского училища, то есть это самый оптимальный возраст. И с самого начала тоже больше это не мышечная нагрузка, а именно больше растяжки и пластика. И, ну, естественно, развивает и музыкальный слух, и все остальное творчество, читать много книжек, только про балет. О, вот это замечательно. Скажи, пожалуйста, вот у тебя есть уже огромный опыт в балете. Преподаешь ли ты вот профессионально, не так вот, как мы сейчас здесь пытались из меня что-то сделать, ну, может быть, детям там что-то показываешь, какие-то уроки. Как практикуешь такое? Ну, здесь, пока я был в Москве, я, в принципе, не закончил, то есть, к сожалению, не закончил. Учился в ГИТИСе на факультете, на педагогическом факультете, но, к сожалению, не закончил. У Валукина, как раз ректор, он, к сожалению, умер. Сколько лет прошло? Уже 13 лет. 13 лет прошло, да. Ну, а без педагогического образования, то есть ты не можешь преподавать? В принципе, могу, то есть, в принципе, я сейчас преподаю частные уроки. Ну, вот у тебя еще один ученик появился, с чем я вас и поздравляю, друзья, да? Учень одаренный. Мальчик одаренный. Да. Ну, да, в Вене. Ну, в общем, в дальнейшем, я так понимаю, ты прекрасно видишь, как ты свою жизнь связываешь с педагогикой, да, с преподаванием. На 100%, конечно, это нельзя сказать, но, в принципе, есть один из таких планов. Ну, вот, друзья, так что, если вы хотите своих деток отдать балеты, у вас есть уже вот такой замечательный пример и педагог. Мы прервемся совсем ненадолго, у нас очередной клип, чудесное музыкальное произведение. Ирина Дубцова, Леонид Руденко, Москва, Нева. Дадим Роману отдышаться немножко. Наконец-то, да, я спину округлю. Страна ФМ, телерадиоканал и балетная студия Марата Давлешина продолжается, дорогие друзья, наше общение с замечательным артистом балета. Венская государственная опера. Да. Мы хотели узнать у тебя, Марат, на каком языке проходят репетиции в театре? В основном, в принципе, на... Учитывая, что интернациональная труппа. Да, естественно, то есть если молодые артисты приезжают, они сразу не знают немецкого языка. То есть, в принципе, как бы стандартно это немецкий язык, но проходит также и на английском, на русском, испанском, итальянском. То есть как удобнее, естественно, ученику, то есть ему же станцевать на сцене, то есть чтобы он быстрее... Понять, что от него хотят. То есть чем быстрее ты ему это объяснишь, естественно, на родном языке, конечно, гораздо проще это. Быстро, быстрее. Да, ну видите, знание языков. Балетные термины, они вообще на каком языке? На французском. На французском, да? То есть если человек знает балетные термины... То есть пара терминов все равно с Россией, которые русские именно... Они такие... В СССР тот же... Острые и резкие. Иван Емельяныч. То есть, в принципе, как... Эта история так, что... То есть это трюк считается, то есть ты делаешь, закидываешь одну ногу, вторую. Это обычное стандартное перекидное по-французски, «je t'entre l'assee». Вот, и после этого еще перевернуться, и от этого пошло такое название «Ivan Емельяныч». То есть он делал же «je t'entre l'assee», потом его кто-то позвал, и в это время, то есть, в принципе, он так должен был, он говорит, что... И от этого, как бы, пошло это название. И сказать, браво, как красиво повернулся. Это просто очень смешно звучит, кто иностранец, как говорит. Мария, а насколько вот... Скажи, пожалуйста, насколько в современный балет сейчас веяние, ну, современной культуры, да, танцевальных? Различных современных направлений танцевальных. Насколько они входят? То же самое джаз-модерн и что-то еще. Может быть, что-то из уличных танцев. Ну, вдруг там как-то используется. Мы, в принципе, все это должны уметь. То есть мы артисты любых направлений. Синтетические такие, получается, вы артисты, да? Кроме того, что вы классической школы. Да. Но, однако, ты вот нам сказал в самом начале нашей встречи, что все-таки классический балет тебе более ближе. Естественно, то есть, но уметь мы должны все. То есть разносторонние. Марат, скажи, пожалуйста, если сможешь искренне ответить. Вот партнерш много уже у тебя было в твоей жизни, в твоей карьере. Скажи, были же среди них те, которые так вот тяжеловаты. Вот что делать в этом случае все-таки, если явно физически тяжело выдерживать партнершу? Больше нагрузку себе давать. То есть, во-первых... То есть не партнерша виновата, а значит, ты слаб. Да? И надо развиваться. Можно и так сказать. Вот сейчас, Александр, после этого рыцарского ответа аплодируют все балерины, понимаешь? Которые смотрят и слушают Страну ФМ. У нас, в принципе, педагог дуэтного танца, так и говорил. То есть партнер всегда виноват. Но, естественно, партнер должен договариваться с партнершей. Ты, пожалуйста, завтра не ужинай, потому что у нас... Примерно так, да. Но, как бы, в любом случае, это сто процентов, и это так учат, как бы, всегда виноват партнер. Марат, ты бы хотел, чтобы твои дети стали продолжателем вот твоей карьеры, династии вашей? Ну, это очень сложный вопрос. Пока же нет детей, да, у тебя у нас какая-то? Нет, пока нету. Я даже не знаю. То есть, мне кажется, все равно дети должны выбрать сами. То есть не надо именно с самого начала настаивать там на этом. Мне кажется, нужно, чтобы они сами выбрали. Да, нужно их просто отдать в 10 лет, чтобы по 18 часов в день были занятия, и тогда выбор состоится. Слушай, до 10 лет, есть же детство, поэтому почему нет? В 10 лет уже сами, может быть, сходят в Венскую оперу, посмотрят, им понравится. Да, и принят решение. Ну да, это еще бабушка все-таки артистка балета, так что как-то, я думаю, перевес будет все-таки в этой стороне. Кроме балета. Будет видно еще. Кроме балета, Марат, что увлекает тебя в жизни? Расскажи немножко о каких-то хобби, если они есть, если на них есть время. Ну, я даже не знаю. В принципе, мне нравится в шахматы играть. Более подвижное, в принципе, пинг-понг. Настольный теннис. Настольный теннис. Пляжный отдых как? Ну и книги, может быть. Плавание? Плавание. Очень нравится на море плавание. Вот, кстати, мы видели это по фотографиям, по-двоему. У тебя отпуск. Куда же ты рванешь плавать, если тебе нравится плавать? Расскажи немножко. Сейчас у меня планы всегда спонтанные. Сейчас у меня планы от бабушки съездить, посещать родных, близких, любимых людей. А потом, когда вернусь в Вену, там уже буду смотреть. Новый сезон начинается в сентябре, первого сентября. Когда ты планируешь приступить к репетициям, возвращать себя в форму? Ну, естественно, заранее, чтобы мышцы пришли немножко в форму. Ну, вот когда? Сейчас 1-3 июля. А когда примерно? За месяц? За какое время ты начинаешь готовиться? Месяц многовато. Ну, в принципе, я думаю, за две недельки я успею. Зарядка какая-то есть у тебя? Вот это обязательное must-have просто. Каждое утро встал, что-то сделал, несколько упражнений. Это у всех, это балет, это класс, тренинг. У нас в расписании стоит тренинг. Здесь это классический танец, класс, как бы по-русски сокращенно. Марат. С утра встаешь, танцуешь? С утра встаешь. Целый час, да. Но это у нас, мы приходим, это у нас в расписании стоит с 10 до 11.15. Вот очень важный вопрос. Люди, которые отправляются в Вену, а теперь точно решили, точно поедем в Вену, посетим государственную венскую оперу. Но вот правда думают, что же им посетить, оперу или балет? Марат еще должен сказать, что они все-таки должны посетить. Почему? Почему они должны делать выбор в пользу балета? Скажи так, скажи так, музыка там и так играет. А тут еще вам и танец замечательный. Абсолютно верно. Вот и все. Очень скромный, но невероятно обаятельный. И, конечно, безусловно, мега талантливый человек. Сегодня у нас в гостях Марат Давлетшин. Марат, мы тебя искренне благодарим. Артист балета государственной венской оперы. Мы искренне тебе желаем еще много сезонов. Ну и вообще исполнение желаний. Все пусть лучше роль партии, пусть все будет у тебя. Мы с удовольствием теперь будем почаще приезжать в Вену и, конечно, первым делом смотреть тебя в афишах и приходить. Ну и ты будешь в Москве пообещать, что придешь к нам. Конечно. Живи с удовольствием, танцуй с огоньком. Спасибо, что было. Аплодисменты нашему гостю. Спасибо огромное. Еще раз до новых встреч. Спасибо.